приветствую вас всех уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня хочу с вами поделиться о том что собой представляет вот такая насадка потому что меня принтера нету заказал ее на алиэкспресс я правда не знаю какая сейчас цена сейчас цены на все поперли вверх не честно расскажу я не думал что вы будете покупать но ссылку я все равно оставлю я еще как бы взял ее на грани можно сказать повышение цен и не повышение цен и так значит сначала я подумал что они чуть-чуть отевается она очень очень плотно потому что написано кстати что для рамы mark 4 вот она раму mark 4 подошла и расстояние уже если взять примеру на вот этот мой квадрокоптер сюда не подойдет потому что здесь расстояние больше чем ним на mark 4 устанавливается она вот таким макаром можно сказать отлично ну там есть черные но мне почему-то красный захотелось по той простой причине что даже если где-то упадет то можно было бы хоть даже поэтому маячку найти еще раз говорю отверстие здесь вот плотно поэтому я сначала думал хотел рассверлить потому что не как бы легко не находили а потом взял попробовал находит и я их сюда ну да с усилием но хорошенечко так запихал а так он нормально меня становится ну и как я закреплю все остальное я вам покажу сейчас правда я достану антенну кроссвайерскую посмотрю как она будет сюда войдет потому что здесь как будто бы отверстия довольно довольно большие вот кроссвайер ну посмотрю сейчас и вам покажу да и в комплекте кстати когда я заказал я изначально не обратил внимание оказывается в поставки еще комплекте шли вот такие его я не знаю сюда их устанавливать или куда их устанавливать две трубочки и с колпачками вот этими для антенн у меня на синей лупе я потерял одну вот как раз я думал купить не купить купить не купить я тут разы и пришли ну рассказать стоимость хотя и не ожидал и так сейчас посмотрим с антенны кроссвайеров итак вот у меня антенна сюда я буду ставить кроссвайер жаль конечно я не успел сейчас очень дорого ну что я могу сказать ну можно наверно как-то его сюда запихать сложновато но надо как-то попробовать не знаю как наверно можно как-то его сюда пристроить но все равно все равно все равно вот если настанет надо бы что-нибудь подматывать ну уже термоусадку одеть как я ее как я одел вот сюда на вот эту антенну вот видите термоусадка мне одета я думаю что тоже сюда термоусадку одеть и она вполне сюда зайдет и не будет болтаться и будет как раз находиться на удалении как требуется соответствии с требованиям про размещение антенны кроссвайер подальше от лучей чтобы они не создавали помехи для приема сигнала от передатчика так что еще ну все ну а сюда конечно я поставлю это антенна для видеопередатчика итак установил я антенну tbs crossfire но здесь отверстие чуть побольше поэтому пришлось немножко вот эти жидкие сопли немножечко приклеить ну он не столько приклеилось сколько просто отверстие заполнила чтобы она не болталась антенна установить можно она немножко раздвигается и боженька можно сюда его эту антенну запихнуть хотя изначально конечно такое ощущение что сейчас антенну сломаю ну не это удалось так что вот так ее поставил ну а сверху эта площадка для gps антенны я сделал вот так площадку но еще не закрепил закреплю я думаю уже я вам покажу когда все это будет уже готово так коптер мне практически настроен осталось только дождаться благоприятного времени связано с погодой и связано с обстановкой и пойти полетать или ну посмотрю во всяком случае можете нибудь по кустам тихаря низенько низенько над землей полетаю но сниму и вам покажу по многочисленным комментариям советует подсказывать что необходимо установить все-таки gps приемник на коптер поэтому сейчас и рассмотрим как его установить на мамбу 405 mk2 куда подключается и как подключается сложно здесь тоже ничего нету но те кто занимается сложно нету а те кто впервые этим занимается так как я начинал тоже первые заниматься то иногда возникают вопросы на которые могут дать только те люди которые этим уже занимались не обязательно мастера специалисты но которые этим занимались и знают как это сделать и так схемка в комплекте есть я это уже вам показывал подключается здесь тоже очень просто вот gps получается плюс оставить грунт 5 вольт tx rx что такое tx tx это передача rx это прием поэтому если вы с приемника gps идет передача то на контроллере это будет прием то есть здесь tx здесь rx здесь tx здесь rx аналогично и здесь они принципе распиновка вот так сделано и мне получается вот здесь вот тоже если так видите черный это земля белый это у меня тx зеленый rx и красный это плюс 5 вольт но понятно что по цветовой маркировке здесь немножко не совпадает которые здесь есть но это неважно она и все так приложить то она так и получается грунт белый tx зеленый rx и плюс 5 вот и точно так же припаиваем здесь а вот здесь контакты находятся вот они находятся я уже их залудил до этого вот если разместить вот так то они находятся здесь значит не перебутайте потому что здесь крайний провод он тоже питание но питание это батареи то есть ту батарею которую подключите значит такое напряжение здесь и будет это я подключил провод для того чтобы на камере она есть такая возможность у нее отображалась напряжение батареи и пошли здесь земля rx tx и плюс 5 вольт вот что сюда подается на схеме нарисовано именно вот таким макаром ну просто вот эта земля это она как бы отношение имеет вот этому всс питание батареи ну все теперь сейчас припаиваем и устанавливаю я сейчас это все продемонстрирую ну как паять от того что здесь увидите вы не научитесь хотя сложно здесь ничего нету бери допаять припаять я припаял значит еще один из моментов хочу вам сказать все-таки перепроверять надо обязательно даже если вы уверены что все сто процентов правильно сделано все равно перепроверьте почему я вам говорю потому что я буквально вот решил проверить свой fpv камеру передатчик нету нету видно что передатчик работает а изображение нету и оказывается что я перепутал два провода провод который идет с видеокамеры на передатчик с проводом который идет на управление передатчиком хотя был уверен на сто процентов что правильно сделал ну как показала практика сто раз отмерь один раз отрежь так что здесь та же самая картина и вот у меня получилось белый tx здесь rx зеленый здесь rx здесь тx 5 вольт и земля все теперь буду устанавливать подключать проверять и вам показывать подключаемся ну все вот он есть она снова стоит сикась накась ну ладно потому что с левой стороны разъем микро usb поэтому неважно все так идем дальше значит порты у меня gps на шестом порту значит gps так вот gps я включил так вот gps я включил а не то нажимаю а не то нажимаю вот он gps запустил gps на третьем порту у меня vtx здесь gps все сохранить теперь конфигурация так вот gps я включил ublox авто скорость авто настройки остается европейский говорят что лучше определяет спутники так сохранить так было ключевое питание 12 вольт все есть также включил потому что если не включен то пиликает и дизарм работает все работает подключаемся теперь мы бета флай все определился и gps есть так ну пока ничего не определил 3d fix нету все работает теперь надо определиться с 3d fix так все у меня включено а ну сейчас заодно и проверим что-то у меня отображается в очках так спутники пока ловит но пока ничего не поймал ну вверху долгота широта все есть знаки вопросов это у меня мощность передатчика и прочего что-то он у меня нифига не фурычит а я не подключил не подключил я надо будет просмотреть так сейчас посмотрим а вот он у меня горизонт а ну это у меня акра и горизонт одновременно включен а ну он не будет запускаться потому что у меня подключен к компьютеру поэтому естественно не запустится закрепил я вот так gps приемник бен 180 все нормально все стало теперь сейчас проверим как он работает так ну что подключим я уже проверил спутники он ловит но теперь подключимся так все подключаемся к бета флай так все подключаемся к бета флай так смотрим так что подключился gps есть это есть но широта долгота это заполнилось еще прошлого раза но про спутники пока нету сейчас посмотрим что у нас показывает в очках так а в очках у нас кино есть долгота широта долгота 4 спутника ночью вы хотите если он лежит у меня практически ну на подоконнике до подоконнике его запихал на столе счет не ловит также есть 4 спутника но реально конечно это все надо смотреть уже на природе потому что здесь нельзя ничего такого сказать и определиться все-таки дом железобетонный естественно что он ловит не очень хорошо так что все будем уже определять на природе но природа пока откладывается связи с погодой и с обстановкой но постараюсь постараюсь может быть день будь то втихаря слишком низенько полтора метра над землей но проверить надо все таки надо проверить как он у меня летает ну а сегодня буду заканчивать поэтому полеты уже будут следующем ролике так что жду вас на своем канале не забудьте подписаться вам это абсолютно ничего не стоит ничему не обязывает и подпишитесь на яндекс дзен и ну и рудна рутуб потому что неизвестно что будет наши отключат их не отключат но я думаю что просто так это все не закончится так что до новых встреч на канале жду с нетерпением всего вам доброго до новых встреч с вас лайк подписка колокольчик комментарий и все что вы только пожелаете всего доброго до новых встреч на моем на моих каналах